От этюдов и классики до современных джазовых композиций. На главной сцене Бобруйска воспитанники и преподаватели школы искусств имени Владимира Оловникова. Струнные, духовые, народные, произведения разных эпох и авторов. Этот концерт собрал более 300 юных дарований. Кажется, никого не оставил равнодушным. Сегодня мероприятие для нас очень значимое. Это отчетный концерт нашей школы. Называется он «Славим мы свой край любимый», в котором, конечно, будут нотки о родном городе, музыка о родном нашем крае, о любви к нему. В числе талантов и Анна Манжурова. За 7 лет обучения в музыкальной школе девушка многому научилась. Благодаря абсолютному слуху, дисциплине и стараниям педагогов, юная вокалистка не раз становилась победителем и призером музыкальных состязаний. И даже получила специальную премию от президента. Музыка, признается Аня, ее призвание. И делится планами на будущее. В этом году я поступаю в Минский государственный колледж искусств на отделение эстрадный вокал. Пока во Дворце искусств концерт посвящали произведениям белорусского классика Владимира Оловникова в стенах театра драмы и комедии. Воспитанники музыкальной школы имени Текотского демонстрировали сокровища Родины. Выступления хоров и оркестров разбавили театральными постановками. И я соной, дед мой ускар, найду домнейший ускар. Борис Бавольский заканчивает пятый класс по специальности академический вокал. Но все же песню на мове под аккомпанемент струнных и фоно. Исполняет как взрослый. Этот концерт – своеобразный отчет. Артисты хоть и волнуются, но демонстрируют, чему научились за год. Чтобы порадовать музыкальными достижениями родных и близких для юных талантов, это что-то вроде экзамена. Для педагогов – предмет для гордости. Я хочу, чтобы они стремились, стремились к занятиям музыки. Всегда оставались такими же светлыми, жизнерадостными. Делились с нами своим позитивом. Впереди у воспитанников школы искусств каникулы и заслуженный отдых. А уже в следующем году очередные выступления и новые музыкальные вершины. Елена Кутузова, Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.